Куба Пресс, судя по всему, для сахарного тростника На Кубе появилась железная дорога раньше, чем в Испании Для того, чтобы можно было сахарный тростник вывозить Ёша пробует уже коктейль, но на что он похож? На медовуку похож Вкусно? Ром, да, вкусно Есть смысл его пробовать собрать? Есть смысл это и дома попробовать сделать Вот я сейчас буду пробовать ее Здесь идет мед, лед, лимон, ром Сейчас попробую скажу стоит Стоит оно того или нет Кисленькое И по вкусу, ну что-то такое как подбродившее Я думаю тут тебе надо еще по-моему Очень интересный вкус Кислая, лимон, ром в перемешку Ёша выглядит очень похоже на медовуху Но нет, медовуха гораздо слаще Свой вкус освежающий, классный Ваше здоровье, пробуйте А вот теперь, ребята, похоже на медовуху Когда я размешал, она реально очень сладкая, очень вкусная Теперь она такая медовуха Круто У нашего гида, конечно, имя такое, очень специфическое Легко вспоминается за то Сейчас вам покажу место Где был основан город Вот это вот дерево Это уже маленькое Это дерево, которое здесь росло 500 лет назад Оно уже погибло Но на его месте посадили дерево Оно называется Гипве И вот на этом месте был основан город Здесь проводили мессы Потому что дерево было очень большое У него были кроны, которые закрывали Тень создавали Ну и жители, которые сюда, поселенцы приехали Они решили здесь основать город Тут можно было в тени прятаться И здесь, вот видите, есть крест Сейчас вам покажу более подробно Так как здесь испанцы больше владели этой страной Поэтому религия здесь больше, конечно, католицизм Католики И здесь проводились именно мессы католические Под этим деревом большим Швейхолз focusing Гея 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 Видите, на всех домах есть решетки. Как вы думаете, для чего их делали? Пишите, ребят, ваши комментарии, я вам потом обязательно отвечу. Правильно вы написали или нет? На Кубе две преобладающие религии. Это, конечно, католицизм, извините, да? И второе, это Ямала. Это африканская религия. Ну, и другие, может быть, какие-то еще именно африканские. Потому что здесь было очень много рабов. Испания привозила. В свое время, когда на сахарных плантациях необходимо было работать. Вот сейчас мы в одном из этих храмов находимся. Это женщина. Главное у них божество. И, видите, морская тематика, то есть море. Она, это типа, она королева, королева, любовь. Очень много богов. И вот это второй бог, это Учун. Учун. А вода все освещает. А это Санта-Барбара. Санта-Барбара. Но Санта-Барбара считается на его милея и мужик, и женщина. Это бог любви, очищение. Видите, вода стоит. Дух, дух таких, кто идет. Дух, это да. Здесь прямо жилая зона. Здесь живут люди. Это хозяин дома. Он разрешил здесь сделать храм. Двигаемся дальше, ребята. Я первый раз в африканском храме находился. Очень, ну, очень интересно и колоритно. Это не похоже на другие те храмы, в которых я был. Местные блюда у кубинцев, это, конечно же, свинина, черная фасоль, рис, банан. И вот видите, вот здесь вот сейчас лежит свинина, свинья, которую будут на вертеле готовить. Сейчас подойду, поснимаю вам поближе. Наш гид нас остановил. Говорит, ребята, вон, посмотрите, как оно. Вот, смотрите. Ее освежевали. И потом ее одевают вот на такой вертель. Разжигают костер, угли и готовят. Это центральная площадь, на которой мы сейчас с вами находимся. Здесь музей романтики. Тут находится коллекция фарфора самых богатых плантаторов на Кубе, которые были. Это костел. И там мы с вами видели собак, гонщик. Это специальная порода, которая была завезена сюда, на Кубу. Ребят, ну тоже очень интересный факт. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, для чего эти собаки использовались. Те, кто ответят правильно и в комментарии будут, я обязательно отправлю какой-нибудь подарок с Кубы. Немножечко истории про этот дом. Это дом заговорщиков, которые не хотели, чтобы испанская корона властвовала над Кубой. Они здесь собирались, сделали свою ячейку и выступали против испанского владычества. И против. Здесь делают кофейники ручной работы, разрисовывают их. Дополнительные материалы, которые используют их. Какие красивые волосы! Спасибо! У меня за спиной находится административное здание. Это дом губернатора, где он работал. А вокруг здесь находились склады, где хранился кофе, сахарный тростник, видимо ром и так далее. То, что можно было здесь добыть. Сейчас здесь просто бар, кафе. Это хозяин. Он был чернокожий или... Внутренний дворик. Музыка Музыка Круто! Раньше в этом здании были склады и здесь хранился товар. Сейчас его используют как место для проведения мероприятий. Вечером здесь проходят дискотеки. Ну а сейчас, видите, детская анимационная программа. Отмечают один год ребенка. Голос